Приветствую вас! Я думаю, что стоит для начала задать вам вопрос, почему вы рассматриваете вариант отношений с мужчиной Z, если он вам не нравится ну никак? Если вы рассматриваете этот вариант, то есть если нет, то извините сразу, но если да, то вопрос встает именно такой, для чего, зачем вы рассматриваете вариант отношений, в которых у вас, к человеку, нет симпатии. Ради чего? Это первое. Второе. Описанные вами явно свидетельствуют о том, что вы нуждаетесь в отношениях в мужчинах больше не по причине того, что хотите сделать счастливым мужчину, того или иного, а больше, чем по причине того, что вы сами нуждаетесь в отношениях. Вам самой нужны отношения. Вы хотите отношений. И вот этот момент, он на самом деле куда более важен, чем все остальное. Потому что если вы хотите отношения, если вам нужны отношения, для чего это, то в первую очередь необходимо разобраться с тем, для чего. И возможно лучше, полнее увереннее видеть свои субъективные стороны, свои собственные переживания, причины переживаний, способы выражения переживаний, свои желания, и так далее, для того, чтобы более органично и более конструктивно выстраивать отношения с людьми, в том числе и с мужчинами. Потому что пока ситуация мне видится такой же, что вы просто нуждаетесь в ком-то из мужчин. То есть, если у вас стоит вопрос выбора, значит, как бы именно любви, вот именно любви как таковой, вы не чувствуете никому, скорее всего. И получается, что остается, по сути, только потребность, остается только потребность в чем-то, что вам, ну, мужчины дают, скажем так, да. Вот, и это очень важный момент, потому что, ну, по сути дела, это очень важный момент, потому что, вы заранее выстраиваете отношения не совсем корректно, да, вы заранее выстраиваете отношения так, что занимаетесь в большей степени, ну, такую, уязвимую позицию, да, в большей степени вы занимаетесь, и вы занимаетесь именно позицию такую вот, и в которой вы не защищенное слабое звено. И, конечно же, это негативно сказывается на вас, конечно же, это вызывает вот такие состояния, когда вы не можете решить, что и как вы будете делать, не можете решить, как вы будете поступать, не можете решить, как вы будете себя ставить, ну, и так далее, и так далее. Вот. То есть, здесь вот такая история. Соответственно, дружбу этих людей оставьте им самим, потому что они, я уверен, сами разберутся в том, как им себя вести и что делать. Вот. Только, ну, за исключением, наверное, только с той позиции, что если вы не случайно выбираете людей, значит, ну, имеющих, имеющих дружеские отношения друг к другу. Вот. Только вот за этим исключением. А, значит, в остальном, я думаю, совершенно справедливо будет, если вы оставите людям их отношения, вот, если вы не будете в это вникать, вот, что с этого, ну, такая, знаете, вот, ну, довольно, именно, такая, осторожная позиция, я бы сказал, вот, если вам, конечно, это интересно, вот. Ну, и, соответственно, разобраться со своими желаниями, со своими потребностями, вот, чтобы лучше понимать, что вы хотите, что вам нужно, и как дальше вы могли бы сгависти, ну, что бы вы могли делать. Вот. Такая вот ситуация. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад смочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.